Немножко другой пример, пример по случайной грампу. Напрячься, но я думаю, что ничего страшного тут нет. Давайте, последний пример у нас, на подсчет дисперсии на сегодня. Давайте возьмем случайный грамп, у которого вершины, как обычно, это числа от единицы до n, а b это вероятность каждого отдельно взятого ребра. Ну, давайте в очередной раз вспомним, что вероятность конкретного графа с конкретным множеством вершин, то есть, что он на вас упал из точки, это есть p в степени мощность е на q в степени c из n по 2 минус мощность е. Такое помним? Да. Давайте возьмем в качестве x случайной величины число треугольников. Мы что-то такое уже делаем, да? Да, мы посчитаем дисперсию количества треугольников. Дисперсию вряд ли. Нет. Мы посчитаем, посчитаем, да. А посчитали мы не дисперсию. Да, я люблю, что мы. А, посчитали, что мы можем сказать, да. Да, 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 число треугольников. Хорошо, мат ожидания мы посчитали. Ага, отлично, да. Мат ожидания мы посчитали, чему равняется мат ожидания? Сейчас вспомним. Вот этот принцип мы вроде очень хорошо тогда усвоили. Да. Как считает мат ожидания? Числа разных характеристик случайного графа. Числа треугольников, потом было число полных подграфов на четырех трешинах, потом циклов на кавершинах, потом компонент, каждый из которых является циклом. Все это мы считали. Но вот среднее число треугольников. Лучше, конечно, да, над сообразительство составит, как мы посчитаем. Я уже вижу, я имею в виду ответ. Ну, хорошо. Сейчас, а куб на цей зен куб. Да. Да. А почему это так? Ну, потому что мы выбираем на всему варианту треугольник цей зен куб 3. Выбрать три вершины скорее, да? Вот тройку вершины. Да. Ну, а вероятность того, что очередная тройка вершин породит треугольник, это пэфкуль. Да. То есть мы представляли х в виде суммы индикаторов х1 плюс и так далее плюс х с индексом цей зен куб 3, где индикатор хит равнялся единице, если тройка вершин с номером и, которую мы обозначали, дельта и т, образует треугольник в графе. Образует треугольник в графе и ноль в противном случае. Вот так мы это формально записывали. Помните, да? Да. Формально мы говорили так, давайте переберем, заставим компьютер перебрать все возможные тройки и для каждой из них проверить, а вот эта очередная тройка, она образует треугольник или нет? Сколько мы таких единиц сможем, столько треугольников и токи, естественно, и получится. Да? При этом математическое ожидание х этого, это просто вероятность того, что конкретные три точки образуют треугольник, то бишь, пэфкуль. Отсюда получаем по линейности цзн-потре на пэфкуль. Да? Так, но вот тут вот есть одна тонкость, которая отличает текущую задачу от обеих предшествующих. Может, сообразите, какая? Вот помните, в предыдущей задаче я прямо явно это проговорил, что мат ожидания там х1 умножить на х2, и вообще любого их сытого умножить на их сжитое. Это произведение мат ожидания. Потому что, говорил я, на самом деле, эти случайные величины принимают свои значения независимо друг от друга. Здесь зависимо. Вот понимаете, почему? Интуитивно, неформально, почему здесь зависимость? Потому что, когда у нас есть уже треугольник, то соседние его не могут быть, нет. У них по-любому в этих трех вишинах, которых... Ну, я понял, по-моему, правильно сказано. Да, я сейчас попробую это лучше сказать. Вот представьте себе, что дельта итое, какой? Ну, дельта первая, например. Да? Это число 1, 2, 3. А теперь представьте, что дельта второе, это число 1, 3, 4. Смотрите, вот это дельта первое, а вот это дельта второе. Ну, так можно занумеровать всегда. Да? Да, и всегда... Но тогда, если мы знаем, что вот здесь есть треугольник, то мы уже нечто знаем о наличии треугольника здесь. Потому что у них общее ребро. Между ними есть зависимость. От того, есть или нет треугольник на дельта 1, зависит, есть или нет треугольник на дельта 2. Это не бросание кубиков, которые были взаимно независимы, абсолютно независимы. А это какие-то действия, которые друг за другом некоторым образом цепляются. Вот этот треугольник, он уже влечет информацию о наличии части ребра этого треугольника. Ну, можно формально посчитать условную вероятность и увидеть, что если этот треугольник есть, то вероятность наличия этого треугольника совсем не такая, как если бы мы просто считали П в кубе. Ну, давайте посчитаем, правда. Какая условная вероятность? Это же очевидно. Какова условная вероятность того, что возникнет треугольник на вершинах из дельта 2, коль скоро мы знаем, что на дельта 1 он уже возникнет? П квадрат. П квадрат, очевидно. Это же не П в кубе, правда? Да. Так, вот тут мне надо понять, всем это понятно или нет? Да. Да. Точно, точно. Ну, смотрите, лучше спросить, если непонятно. То есть, тут есть тонкость, тут надо как-то аккуратнее считать. Ну, на самом деле, ничего страшного. Ничего страшного тут нет. Математическое ожидание мы вычислили. Дисперсию будем считать традиционно, вычислив за одно математическое ожидание вот этого квадрата. Ну, а вычитается из него квадрат математического ожидания, то есть, С из Н кодре на Б в кубе в квадрате. То есть, нам, как и предыдущих двух задач, в сущности, нужно посчитать вот это. Ну, то есть, опять, нужно взвести вот это в квадрат и взять от него среднее значение. Да. То есть, в принципе, ничего особо нового тут нет. Ну, вот давайте действовать согласно инструкции. Шанс стандартно. Мат ожидания Х в квадрате. Есть мат ожидания. Х1 в квадрате плюс и так далее. Плюс ХСН по 3 в квадрате. Плюс 2Х1Х2. И так далее. Плюс 2ХСН по 3 минус 1. ХСН по 3. Не смущает? Стандартно, да? Это не все стандартно. Правда? Тут даже лучше, чем в предыдущей задаче, на самом деле. Ведь смотрите, Х1, это опять единица или нет? Ну, ХСН тоже опять. Есть ли это? Х1 в квадрате, а равные там все остальные квадраты, это просто они же сами, Х1. Снова, так же действуем, да? Да. То есть, вот эти вот квадраты я могу просто вычеркнуть. Ну, мат ожидания Х1, это в квадрате, да? Да. Мат ожидания ХСН по 3, это в квадрате? Да. Значит, у нас получается опять СН по 3 на в квадрате. За счет линейности. То есть, я вот этот кусочек раскрыл по линейности, у меня получилось СН по 3 слагаемое, каждый из которых имеет личину в квадрате. Да. Да. Так. Да. Так, и дальше у меня еще вот такие слагаемые, дважды, МХ1, Х2, тут скобки, плюс и так далее, плюс С, сейчас, какое С, плюс М, М от ХСН по 3 минус 1, ХСН по 3. Два Н. А? Там же два Н должно быть. Где два Н? Ну, у нас же мат ожидания нормальные. А вот два. А в конце двойки нет. Нет, а я двойку из-за внешней скобки. А, да. Вот внешняя скобка, вот внешняя скобка. Нет, вроде правильно. Да. Ну, отлично, следите, очень хорошо. Ну, давайте разбираться, как посчитать теперь математическое ожидание, даже не надо пока стирать обветление случайной величины, у нас их сытое. Как посчитать математическое ожидание, давайте я напишу, вот такого произведения Х и Т, умноженное на Х, Ж, Т, сразу на них И и Ж, вот как здесь в этой сумме, с несовпадающими И и Ж. Ну, опять, надо разобраться, какие значения принимает это произведение? Либо 0, либо 1. Либо 0, либо 1. Хорошо. Когда оно принимает значение 1? Да, но если Х и И, Ж, это 1. В квадратные. Нет, не П квадратные. А, нет. Ну, даже для одного не П квадратных, а П в кубе. А тут надо, чтобы... Ну, что значит, что Х и Т умножить на Х, Ж, это равно 1? Х и Т, это 1, и Х, Ж, это 1. Правильно? Да. Ну, то есть, это значит, что и Дельта Итая, и Дельта Итая, и Дельта Житая одновременно являются треугольниками. Да. Точно? Написать на доске? Или на слух понятно? Понятно. Одновременно. И Дельта Итая, и Дельта Житая являются треугольниками. Вот тогда здесь стоит единица. А это же разные глянки, так как они могут быть суперсписающими, а могут быть и несколько глянки. Вот, правильно. Смотрите, вот если Дельта Итая, Дельта Житая, такие, как на картинке, тогда с какой вероятностью оба они являются треугольниками? П в пятой. Да, П в пятой. П в пятой, конечно. Надо, чтобы вот эти пять деревья присутствовали. А там либо П в пятой, либо П в шестой. А там всегда П в шестой. В остальных случаях всегда П в шестой. Потому что как еще могут располагаться друг относительно друга Дельта Итая, Дельта Житая? Сейчас я подробно это все расскажу. Они могут располагаться вот так, примыкая друг к дружке по одной общей вершине, как такой галстук бабочки, да? Да. Вот, но все равно это уже шесть риона. Ну да. Но они еще могут вообще не пересекаться. Да. Но тогда все равно П в шестой. Ну, можно посмотреть, где П в пятой, где П в шестой? Правильно, да. Ну, давайте я сейчас еще раз напишу. Аккуратно это все. Икс Итая, Икс Житая равняется единице тогда и только тогда, когда Дельта Итая и Дельта Житая одновременно являются треугольниками. Одновременно являются треугольниками в случайном графе. И вот видно, что если Дельта Итая и Дельта Житая расположены вот так или вообще вот так, то есть если либо эти две тройки не пересекаются вовсе, либо пересекаются ровно по одному элементу, то вероятность того, что Дельта Итая и Дельта Житая образуют одновременно треугольник, образуют треугольник, равна П в шестой. А в единственном случае, а если, когда треугольники наши, вот эти тройки точек, имеют два общих элемента, то есть соответствующие треугольники, примыкают пареку, то вот эта вот вероятность того, что Дельта Итая и Дельта Житая образуют треугольник, образуют треугольник, тогда эта вероятность есть П в пятую. Вот это все понятно всем? Сейчас я вам подробно написал. Да, понятно. Понятно. Ну и как стало быть посчитать вот эту сумму? Значит, математическое ожидание, это и есть вот эта вероятность, вот это важно еще понимать. Математическое ожидание случайной величины, которое принимает только значение 1 или 0, это в точности вероятность того, что она принимает значение 1, то есть в данном случае вероятность того, что обе тройки одновременно являются треугольниками. Значит, сумма будет П в пятую степень? Значит, это будет сумма некоторого числа слагаемых, каждый из которых равняется П в шестой, и некоторого оставшегося числа слагаемых, каждый из которых равняется П в пятую. Можно на 2? Ну, естественно, да. Вне она еще умножается на 2. Так, вот это осознаем? Да. Да, осознаем. То есть нам нужно сначала, например, посчитать, сколько есть в слагаемых величины П в шестой, а потом посчитать, сколько есть слагаемых величины П в пятую. Хорошо. Но сколько есть слагаемых величины П в шестой? Столько, сколько имеется пар треугольников такого или такого вида, правильно? Да. Вот это понятно? Да. Да. Первое вида... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот тут надо, наверное, вот это стереть. Суть-то мы поняли. Да. Первое вида, когда у тебя есть. Давайте перепишем С из Н по 3 на П в кубе плюс 2. А вот здесь нужно понять. Значит, сколько существует пар треугольников такого типа? Число сочетаний из Н по 5. Ну, не совсем. Давайте аккуратнее. Значит, давайте я так скажу. Тут же важно еще, к какой вершине они примыкают. А, у меня на 3. С из Н по 3 на С из Н... Вот мне больше нравится так. Давайте сначала выберем 3 вершины для первого треугольника. Это С из Н по 3 способов. Затем выберем... Затем выберем общую вершину. Таких способов 3. Да? Да. А затем из оставшихся Н минус 3 вершин выберем 2. Да, вы достроили треугольник номер 2, да? Да. Но при этом, понимаете, что мы каждую пару таких треугольников посчитали дважды? Да. Один раз сперва, этот зафиксировав и добавив эти, а другой раз наоборот. Поэтому надо пополам разделить. И вот это все умножается... А, ну да, упускай, умножается на кольчество. Дальше плюс. Плюс. Надо еще посчитать вот такие пары. Но это совсем легко. Это С из Н по 3 на С из Н минус 3 по 3 пополам. И тоже на П в 6. Понятно, откуда взялось произведение С? Да. Ну, выграем сначала 3 вершины этого треугольника и заставки СН минус 3, выграем еще 3. При этом мы могли сначала этого зафиксировать, потом того, а могли наоборот, поэтому пополам. Да. Так, ну и осталось вот в этих общих больших скобках дописать слагаемые, которые из П в пятой. То есть это надо посчитать количество пар треугольников, которые вот так примыкают по общему ребру. То есть надо написать С из Н по 3, да? Это количество способов выбрать три вершины для первого треугольника. Затем надо выбрать общее ребро, это делается тремя способами. Да? И, наконец, из оставшихся Н минус 3 вершин надо выбрать вот эту одну. Да. То есть это минус 3. А 5 с учетом порядка 2 надо поставить в знаменатель, и вот это умножить на 5 в пятой степени. Ну, естественно, двойки все сократятся. А еще, почему мы делили на 2? Потому что, когда вы вот здесь вот выписываете эту внутреннюю сумму, вы ведь пишете только 1 раз х1 и 2 х2, а 2 х1 вы уже не пишете. Именно за счет этого здесь появилась двойка. Да. То есть если вы зафиксировали первый треугольник, а вслед за ним второй, то с этой точки зрения то же самое, что сначала зафиксировать второй, а потом первый. А когда мы писали просто произведение, это не то же самое, это вроде как разные ситуации. Понятно? То есть здесь брали упорядоченные пары треугольников, а здесь у нас не упорядоченные. Случайно. Поэтому надо компенсировать делением пополам. Вот. Ну, двойки все сократились благополучно, и получается ответ. Получаю ответ. Дисперс и х. Это мы нашли математическое ожидание квадрата, правда же? Да. Дисперс. То есть это вот так. С из Н по 3 на П в кубе, я переписываю найденное мат ожидания квадрата, плюс, ну давайте тройку вынесем, 3 С из Н по 3 С из Н минус 3 по 2 на П в шестой, плюс С из Н по 3 на С из Н минус 3 по 3 на П в шестой, плюс 3 С из Н по 3 на Н минус 3 на П в пятой. Но это не все, я переписал просто результат вычисления математического ожидания квадрата, да? И надо вычесть квадрат математического ожидания. Ну, то есть С из Н по 3 на П в кубе в квадрате. Вот так. По-моему, это дисперсия. Ну, слагаемых много, они все такие страшненькие, но в целом вот дисперсию пишут. Можно будет стрелать? Ну, при желании, да, тут что-то, наверное, можно посокращать, но я никогда этого не делал, но не вижу особенно необходимости, честно говоря. Ну, просто вот сумма таких слагаемых и все. А можно при желании П в шестой вынести где-то за скобку, или там всюду, например, за скобку вынести П в кубе. Ну, как угодно. Это уже такая развлекуха, которая на самом деле никакого смысла большого не имеет. Ну, сосчитай. Так, вот сейчас я попробую рассказать вам, очень надеясь, что я добьюсь успеха, то есть будет понятно, мне будет потом радость от полученных результатов. Попробую рассказать некоторые классические вероятностные неравенства, которые используют математическое ожидание дисперсии, и с помощью которых потом удается доказывать разные симпатичные результаты.